Здравствуйте! Представляю вашему вниманию проект по теме математика в медицине. Меня зовут Приходько Арина Александровна, студентка 611 группы, специальности сестринское дело. Цель проекта – выявление возможностей применения различных разделов математики в медицине. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи. Раскрыть тесную связь медицины и математики. Привести примеры решения математических задач в медицине. Математика применяется во многих областях жизни. На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми частями деятельности людей. Математика – это наука, исторически основанная на решении задач о количественных и пространственных соотношениях реального мира путем идеализации необходимых для этого свойств, объектов и формализации этих задач. Медицина – это система научных знаний и практической деятельности, целью которых являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. В обязанности медицинского работника при различных обстоятельствах входит изменение температуры тела больного, изменение артериального давления, расчет зависимости от веса больного, правильной дозировки лекарственных средств. Чтобы вводить лекарственные препараты, необходимо рассчитать концентрацию раствора и лекарственное вещество развести перед инъекцией. Обратимся к значению математики для медицинского работника. Основной задачей изучения дисциплины математика является вооружение студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин базового уровня, а в требовании к профессиональной подготовленности специалиста заявлено умение решать профессиональные задачи с использованием математических методов. Такое положение не может не сказываться на результатах математической подготовки медиков. От этих результатов в определенной степени зависит уровень профессиональной компетентности медперсонала. Данные результаты показывают, что, изучая математику, в дальнейшем медработники приобретают те или иные профессионально значимые качества и умения, а также применяют математические понятия и методы в медицинской науке и практике. Далее переходим к математическим методам и статистике в медицине. На самом деле вопрос стоит в том, какого рода математические исследования подходят к той или иной конкретной задаче, какие ограничения имеют место в каждом случае и каким способом эти методы можно развивать дальше. Вначале статистика применялась в основном в области социально-экономических наук и демографии, а это неизбежно заставляло исследователей более глубоко заниматься вопросами медицины. Основателем теории статистики считается бельгийский статистик Адольф Кетли 1796 по 1874 года. Он приводит примеры использования статистических наблюдений в медицине. Самым активным сторонником использования статистики был основоположник военно-полевой хирургии «Пирогов». Еще в 1849 году, говоря об успехах к отечественной хирургии, он указывал приложение статистики для определения диагностической важности симптомов и достоинства операции можно рассматривать как важное приобретение новейшей хирургии. Медицинская статистика должна быть нацелена на решение наиболее вырованных современных проблем здоровья населения. Основными проблемами здесь, как известно, являются необходимые снижения заболеваемости, смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Соответственно, на данном этапе основная информация должна быть подчинена решению этой задачи. Должны подробно проводиться данные, характеризующие с разных сторон ведущие причины смерти, заболеваемости, чистоту и характер контактов больных с медицинскими учреждениями, обеспечение нуждающихся необходимыми видами лечения, включая высокотехнологические. Придем к примеру медицинских математических задач. Задача первая. По назначению врача пациенту прописан препарат 10 мг по 3 таблетки в день. У него в наличии препарат по 20 мг. Сколько таблеток должен выпить пациент, не нарушая указания врача? Решение. 10 мг. Одна таблетка. 10 умножить на 3 – 30 мг в день. Дозировка превышена в 2 раза. 20 деленное на 10 – 2. 30 минус 20 – 10. Миллиграмм не хватает. 10 деленное на 20 – 0,5. 0,5 плюс 1 равно 1,5. Таким образом пациент должен выпить 1,5 по 20 мг вместо 3 по 10 мг, не нарушая прописанной дозы. Понятие пропорции. Отношением числа А к числу В называется частное отделение числа А на число В. Например, отношение 2 к 5 равно 2, деленное на 5. Отношение А на В показывает, во сколько раз число А больше числа В, если А, В или какую часть числа В составляет число А, если А, умноженное на В. Пропорции называются равенством двух отношений. А на В, С на В. А и В называют крайними членами пропорции. В и С называют средними членами пропорции. Основное свойство пропорции. Произведение крайних членов пропорции равно произведению ее средних членов. Это свойство пропорции позволяет найти неизвестное число пропорций, если три других числа пропорции известны. Например, х, деленное на 3, равно 8, деленное на 12. Получается, х равно 8 умножить на 3, деленное на 12, равно 2. В заключении необходимо сказать, что в работе показано, как именно можно использовать имеющиеся математические знания для самостоятельной диагностики собственного здоровья. Целью проекта было рассмотреть тесную связь математики в медицине в главе «Означение математики для медицинского работника». В работе были проведены примеры решения математических задач в медицине. Поставленные цели и задачи достигнуты. Примеры математических задач в медицине раскрывают тесную связь математики в медицине. Спасибо за внимание!